Согласно данным Общероссийского народного фонда, по итогам третьего квартала общая задолженность в России по кредитам увеличилась на 9,8% с начала года. В среднем, семьи в России отдают приблизительно 32% своего годового дохода на погашение кредитов, основной причиной роста закредитованности ипотеки. Участники финансового рынка ожидают, что продление программы льготной ипотеки до середины 2021 года будет основной причиной кредитного бума в течение некоторого времени. Наибольший уровень кредитной нагрузки зафиксирован в Калмыкии и Туве, Чувашии, Иркутской и Курганской областях. Самые низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северокавказского федерального округа и в Крыму. В регионы по просроченной задолженности входят Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Адыгея и Чеченская республика.